Итак, тема лекции «Сознание, душа и язык». И мы в рамках данной лекции освещаем согласно силабусам следующие вопросы. Космологизм души и разума в античной философии, теологические обоснования души в эпоху Средневековья, трансцендентальное основание разума в немецкой классической философии, а также мы рассмотрим происхождение и сущность сознания. Тема довольно непростая. И начну с того, что каждому человеку присуще нечто, что отделяет его от животного мира, отделяет и выделяет его из окружающей среды. И философы называют это нечто душой, сознанием, мышлением. И в античной философии довольно неоднозначно подходили к этому вопросу. Сознание вообще, конечно, присуще каждому человеку. И нужно сказать, никто не сомневается в его существовании. Помните, еще Рене Декарт утверждал, что сознание – это самый достоверный факт на свете. И его фраза «я мысли следовательно существует». Понимание сознания как раз начинается с понимания души в рамках мифологической картины мира. Античная философия, то есть философия Древней Греции, Древнего Рима, воспринимает понятие души от мифологии. Почти все древние философы пытаются понять или выразить при помощи понятия души самое главное сущностное начало живой природы. Душа как причина жизни и причина познания. Изучение души начинается прежде всего у Сократа. Сократ обращается к внутреннему миру человека, к убеждениям человека, к его ценностям, к умению действовать как разумное существо. Именно Сократ понятие души наполняет такими определениями, как благо, справедливость, прекрасное. Физические, физическая природа таких определений не использовала. Платон разрабатывает учение о бессмертной душе, которая обитает в смертном теле. И после смерти она возвращается в свой вечный, сверхчувственный мир идей. И главное у Платона не то, что душа бессмертна, не то, что существует преселение душ. Такие представления были очень популярны в античной культуре. Особенно ими увлекался Пифагор и мыслители раньше Пифагора. А в том, какова деятельность души. Платон показал, что внутренняя деятельность души существует до реальности. То есть душа может вспомнить то, что ей довелось созерцать до своего земного рождения. Все, что происходит, все открытия на земле, и все знания, которые человек приобретает, это все воспоминания души. Ученик Платона Аристотель возвращает душу из сверхчувственного мира в мир чувственный. И его концепция в том, что душа — это некий живой организм. Она является формой, она является способом организации живого тела. Аристотель различает три вида души. Растительную, животную и разумную. Так вот, когда Аристотель дает какую-либо характеристику человеку, то на первое место он выдвигает знания, мышление, мудрость. И вот та самая разумная часть души. Что касается средневековой философии, то отцы церкви считают, что природа человека связана со всеми сферами бытия. То есть своим телом человек связан с землей, поскольку Господь Бог создает человека из праха земного и вдыхает в него дыхание жизни. И стал человек душою живой. То есть чувствами человек связан с материальным миром, а душой — вот с духовным миром. Учения Средневековья говорили о том, что человек двойственен по своей природе. Его внешний компонент — телесный. Его внутренний компонент — духовный. Бог сотворил внутреннего человека и слепил внешнего. То есть слеплена плоть, сотворена душа. Тело — это гроб для души. В эпоху Возрождения особо культивируется физическая, телесная сторона человека. То есть наблюдается отказ от вот этого векового взгляда на человека как существо двойственной природы, в котором духовная часть соединяется с телесной. Духовное в Средние века сводится к душевным, и в душевном на первый план особо ярко выходят страсти. Именно в данную эпоху, именно в эпоху Возрождения начинается отказ от понятия души и замена ее сначала мышлением, а потом вообще сведение к следствию функционирования нервной системы. То есть это результат воздействия внешней среды. Новое время. Механика стала лидером естественных наук, и, конечно, она повлияла на то, какие учения возникают о душе. То есть объяснение психических явлений сводилось к физиологии. И это было положено Рене Декарта. Именно он вводит понятие рефлекса, и он разрабатывает модель организма как автомат, как некую систему, как некий искусственный механизм, который работает по закону механики. Дело в том, что до Декарта считалось, что вся деятельность по восприятию, обработке внешнего мира производится душой. А Декарт доказывал, что тело и без души успешно справляется с этой задачей. Тогда в чем же функция души? Так вот, Декарт рассматривал душу как субстанцию, то есть сущность, которая не зависит ни от чего другого. Душа определяется единственным признаком, непосредственной осознаваемостью своих явлений. И ее главное предназначение в том, чтобы заключать знания о собственных актах. То есть меняется само понятие о душе, то есть она уже отождествляется с мышлением. Мышление, направленное на самого себя. Сам акт мышления и является сознанием. Что касается нового времени, то формируется так называемая теория познания, гносеология. Вспомните, пожалуйста, предыдущие лекции. Отказ от понятия души был связан с тем, что очень мощно развивается материализм и эмпиризм. Томас Гоббс, материалист, отвергает душу как особую сущность и считает, что в мире нет ничего, кроме материальных тел. Все материальные тела движутся по законам механики. Все психические явления тоже подводятся под эти механические законы. И эту линию Гоббса продолжает Джон Лоу, который в опыте человека выделяет два источника сознания. Это ощущение и рефлексия. В 19-е и 20-е века происходит отказ от понятия души не только в философии, а даже в психологии. И считалось, что душа – это такое религиозное понятие или даже это поэтическая метафора. И слово «душа» используется на каком-то бытовом уровне. И в науке это слово не использовалось, и использовалось слово «психика» – «сознание». И уже в 20-м веке понятие души стало возвращаться и в психологию, и в философию. И стало понятно, что душа при этом не может несоизмеримо в некотором смысле с мышлением. Мы не можем сказать «у меня болит душа», но мы не можем сказать «у меня болит сознание». Дух и душа человека нераздельно соединяются при жизни в единую сущность. В духе отпечатываются все наши мысли, чувства, болевые акты, то есть все, что происходит в нашем сознании, как отражение внешнего и внутреннего мира. Дух может работать без ведома сознания о его работе. Всевозможные сложные интеллектуальные операции проходят мимо сознания. Что такое сознание? Сознание – это высшее «я», свойственное только «люде» и связанное с речью, функциям мозга, которая заключена в том, чтобы отражать действительность. В том, чтобы делать мыслительные построения действий, предвидеть их и разумно регулировать поведение. Сознание – это способность направлять свое внимание на предметы внешнего мира и вместе с тем сосредотачиваться о состоянии внутреннего духовного опыта. Того опыта, который сопровождает данное внимание. Ну, конечно, и животным присуща вот эта направленность на внешние предметы, и животным организация психическая свойственна. Но человеческое «я» выделяется из природы и из сообщества других людей при помощи сознания. Язык также такой же древний, как и сознание. Только человек из всех живых существ одарен речью. У животных есть сознание, но не в том, не в человеческом смысле этого слова. У них нет языка равного человеческому. То немного, о чем животные хотят сообщить, им для этого не нужна речь. Многие животные ведут стадный, стайный образ жизни. Они обладают голосовыми органами, и они располагают какой-то мимикой, жестикуляцией, какими-то сигналами взаимными. Но все эти средства, все эти сигналы имеют, конечно, принципиальное отличие от человеческой речи. То есть они выражают, они служат выражением состояния, скажем, голода или страха, или попытка призвать к каким-то совместным действиям. То есть язык животных никогда не достигает своей функции актополагания некого абстрактного смысла. Содержанием общения животных всегда является какая-то ситуация в данный момент. А человеческая речь отрывается от этого понятия ситуативности. У людей существует потребность сказать что-то друг другу, и эта потребность реализуется благодаря строению мозга и строению речевого аппарата. Сущность языка выявляется в его двуединной функции. Что это такое? Во-первых, язык служит средством общения и орудием мышления. Речь – это деятельность. Сам процесс общения, обмена мыслями, чувствами, пожеланиями и тому подобное, он осуществляется с помощью языка, то есть средства общения. И если дать определение, то язык – это система содержательных значимых форм и всякое слово имеет смысл. Только при помощи языка мысли каждого человека превращаются в общественное достояние. Именно благодаря языку человек воспринимает мир не только чувствами, не только мозгом, а и чувствами всех людей. И, конечно, что значит воспринять высказанную мысль? Ведь мысль сама по себе нематериальна. И мысль нельзя понюхать, её нельзя увидеть, её нельзя попробовать. Есть такое выражение, что люди обмениваются мыслями посредством речи. Ведь мы не понимаем буквально это выражение. То есть слушающий воспринимает материальный облик слов и осознаёт, что ими выражаются мысли. Так вот, вот это осознание зависит от уровня культуры слушающего человека. Сознание — это категория, при помощи которой обозначает ментальную деятельность человека по отношению к самой этой деятельности. Сознание как способность следует отличать от такой способности, как мышление. Простейшее сознание — это ощущение своего состояния или состояние своих органов чувств. Сознание наблюдаемо только для самого субъекта. Оно не наблюдаемо объективными средствами. Не очевидно, что сознание требуется для разумного поведения. В этом случае мы можем говорить, что возникает разговор о соотношении субъекта и объекта сознания и мира. Вот в отличие от мышления, от сознания, мышление — это способность мыслить, то есть фиксировать мир в понятиях и на основе этих фиксаций делать выводы, делать умозаключения. Сознание — это предпосылка для мышления, потому что только благодаря ему мы вообще отличаем себя от окружающего нас мира. сознание — это, если уж брать определение из словаря, это высшая, свойственная лишь человеку форма отражения объективной действительности. Это способ его отношения к миру, к самому себе. и сознание представляет единство психических процессов, всех процессов, которые участвуют в осмыслении человеком мира. Сознание состоит из чувственных образов, предметов, являющихся ощущениями или представлением и поэтому обладающих смыслами. То есть сознание является формой взаимодействия человека с окружающей действительностью. Это форма, при помощи которой происходит управление. Так вот, отношение сознания к бытию образует основной вопрос философии. Вспомните, пожалуйста, предыдущую лекцию. И вот основной вопрос философии является совокупностью двух элементов. Антологического, то есть вопрос о первичности духа или материи, и гносиологического, вопрос о познаваемости мира. Человек познает себя в сравнении с другими, живыми организмами. То есть человек имеет возможность через сравнение, через вот этот акт сравнения, через аналогию получить знания о своём теле. Но вот сравнить свою психику и особенно сознание человеку не с чем. Ибо сознание присуще только человеку. И нужно сказать, что в последнее время стало ясно, что сознание – это только вершина айсберга, то есть какая-то незначительная часть вот того целого, которое скрыто от взора. И каждая эпоха имела свои представления о том, что такое сознание и то, что называлось сознанием в то или иное историческое время. Здесь уместно вспомнить Фрейда и его психоаналитическую концепцию, о его трёхуровневой концепции сознания. Ну, в зависимости от того, как представляли себе люди какой-либо эпохи сознания и мышления, вот зависело формирование образа мира, зависело понимание нравственности, зависело понимание политики, искусства и культуры. Ну что ж, более подробно мы поговорим на эту тему на семинарах. И когда вы будете готовиться, то вы должны будете ответить мне на вопросы, что такое дух и сознание, душа в истории философии, да, в философском понимании, да, те определения таким понятием, как сознание и язык, опять-таки в философском знании. Вы должны будете ответить, почему мифосознание понимает, как форму духовного освоения мира. и вам нужно будет соотнести такие понятия, как сознание и мозг, сознание и психика. Больше того, на самостоятельное рассмотрение я выношу такой вопрос, как массовое сознание. и как современная наука трактует природу сознания и феномен самосознания человека. Всего хорошего.